Христос воскрес! Друзья, поздравляю вас с этим прекрасным светлым праздником Пасхи. Всего вам самого-самого наилучшего. Мира, добра, удачи, ну и конечно же здоровья вам и вашим близким. С праздником вас! Ну сегодня у нас будет опять-таки влог. Что мы в этом влоге? Я уже даже не помню, что в этом влоге было. Ну короче, что-то наснимал, наверное, на полчаса, на полчасика, поэтому если кому интересно, а влоги мои смотрят в основном мои постоянные зрители, мои подписчики. В общем, если интересно, приятного вам просмотра. Я нахожусь в лесу. Немножко у нас так похолодало, но мошки с комарами все равно жизнь дают. Короче, погнали! Приятного просмотра! Значит, 29 апреля. Смотрите, вода прибывает. Дачи частично тоже в воде. Сейчас вот мы увидим. В прошлом году вот здесь улочка, она была полностью подтоплена. Видите, она уже начинает немного подтапливать. Вот. Что будет дальше? Неизвестно. А здесь тоже уже вода. И значит, сейчас я вам покажу. Деревня Луговая Верни. Здесь поставили знаки вместе. В прошлом году вода перетекла через дорогу. Значит, есть у дорожников какие-то сводки, какие-то данные, что, скорее всего, возможно, даже в этом году опять вода перетечет. Сейчас вам покажу. Вот, значит, друзья, сужение дороги. Поставили эти вешечки по обочине. И вот в этом месяце, в прошлом году, вода перетекла. Мы здесь проезжали полностью по воде. Не знаю, предполагается, возможно, что и в этом году такая же самая ерунда будет. Что из новостей? Хреновенькая новость, конечно, есть. Блядь, лопнула у меня пломба на зубе. Завтра придется ехать к любимому доктору-стоматологу. Люблю, конечно, посещаю стоматолога. Но и ни хрена ничего не сделаешь. Оно-то не болит. Ну, блин, режет. И языком, получается, туда постоянно лезешь и лезешь. Поэтому завтра съездим, сделаем. Платно, конечно. Так, ладно, погнали. Да, и забыл сказать, значит, что сегодня съезжу на завод по делам. И заеду на крыльничку, наберу воды. И сзади там лежит отпариватель. Тот, который я ремонтировал. Значит, решил я его выбросить. Потом думаю, дай-ка я его на куфор кину. На запчасти, типа, может, кому надо. Потому что сам отпариватель внутри рабочий. Ну, микросхемка рабочая, помпа. Там такой, типа, кипятильничек. Все это работает. Но накрылся сам утюжок. То есть он не звонится. То есть он замкнул. Там, типа, что же, как система такого нагревательного. Нагревательного, это вот нагревательные подошвы. Вот она нихрена не работает. Из-за чего вода льется. Поэтому... Поэтому решил я его выбросить. Потом дал на куфор объявление. И человек за 30 рублей его готов забрать. Я говорю, забирай. Поэтому взял еще отпариватель. Сейчас завезу его. Значит, продам. А взамен отпаривателя купили утюг. Хороший, дорогой. Тефаль. Вернее, до этого мы брали, значит... Блин, это уже завод. Второй утюг. Первый мы брали... Блядь, я честно сказать... Поларис, по-моему, был. Но что-то он мало поработал. Начало в нем включить реле аварийного отключения. Завез в ремонт. Не помогло. Ну и решил я, короче, чтобы не отдавать постоянно за ремонт эти деньги. Попробовать купить хороший, качественный, классный утюг. Вот, остановились на марке Тефаль. Так, что такие делы. Сейчас заеду домой, кое-что заберу и поеду на завод. Да, сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Начало рабочей недели. Но неделя будет такая сокращенная. Потому что сегодня, завтра работаем. Среда, 1 мая отдыхаем. Завтра предпраздничный день сокращенный. Потом у нас суббота, воскресенье, выходные. Воскресенье, Пасха. Следующая неделя. Понедельник, вторник работаем. Потом 9 мая отдыхаем. Вторник опять предпраздничный. Нет, понедельник, вторник, среда работаем. Среду предпраздничный. 9 мая отдыхаем. 10 доработаем, потом уходим на 4 выходных Там Радулица Еще половина месяца пролетит Вот так вот, на одном мгновении Ну и классно, что много выходных Мы тоже постарались на карьере Сделать Как можно больше выходных Чтобы тоже люди отдохнули Потому что у нас Каждый год С этим напрягом Когда начинается сезон от груза О, кстати, слева кладбище наше местное Надо тоже найти времени на этой неделе Обязательно съездить Навести порядок на могилках Дедушки и бабушки А это надо на этой неделе Сделать обязательно Друзья, смотрите в лесу, какое болото Это везде вот так едешь И везде вот ва**а стоит Представьте Про что я вообще Как в этом году Вот смотрите Уже Сколько комаров Как в этом году Пизделе нам Мошки давать будут с комарами А? А буквально еще Недельки две И все И полчища Этих тварей Будут нас жрать Да и вон уже Дверь побыла Машина открыта И уже летают А вообще в лесу красиво А? Сейчас Фоточку сделаю Чик Так А мы что На карьеру Едем Сегодня 30 апреля Сокращенный рабочий день Я сегодня к стоматологу Херачу К 6 вечера Ой блядь Как я люблю Стоматолог Сразу скажу Тетя Херачите мне пару уколов Чтобы я вообще Ничего не чувствовал И вот так Смотрите Какое болото Блин Есть Здесь Одно правда хорошо Последний дождь Был у нас В пятницу Субботу Воскресенье Понедельник Дождей не было Даже наверное не в пятницу А да С четверга на пятницу Последний дождь был И уже Значит Четвертый день Нету дождей Дорогу подсушило И Я Надеюсь Что Урой воды Начнет снижаться Ой Смотрите Впереди Касатик стоит Сейчас попробуем увеличить Смотрите Ну вот вам да В городе вы такого не увидите Мы здесь Катаемся Как по этому По контактному зоопарку Он стоит Стоит Смотрит на меня Давайте Поближе подъедем Ай блин Это красавчик Сейчас убегет или нет Убегет или убежит Убежит Тут мне как-то Китеры писали Деревня По-холхозному Разговаривают Блять какой есть Такой есть Не нравится Не смотрите Так Все Ушел Ушел Не спеша Не он на обочине Че Стоит Или убежал Сейчас посмотрим Едешь иногда Белочки бегают Ну не пищи Пищи что не пристегнут Тоже писали Ездит Не пристегнут И для кого тут пристегиваться Так Куда Раз Вторую Так Вот Здесь Он слева Был И Красавчик Ты Где Вон Ой Красавец Блин Видите Не видите Он Стоит Эй Уважаемый Иди сюда Видите Нет Рожа торчит Он Из-за Деревья О Гражданин Как проехать До карьера А И Не уходит Ну круто Где В своих Городах Такое Увидите Вот Подождите Ну-ка Если выйду Испугается Или нет Или наоборот Мне сейчас Пиздюлей Вставит Он Смотрит Прямо На Меня А Эй Иди Сюда Главное Чтобы Сзади Никто Нормально Даже Не боится У Животное Пошли Болит Сколько Комаров Так Ладно Поехали А то У нас Уже Там Ждут Я Тут Херней Занимаюсь Так Что Приезжайте К нам Природа У нас Хватает Только Как Говорил Мне Как-то Мой Коллега Партнер Когда-то Приезжали В прошлом году Для заключения Договора Он Говорит Мы Едем Так Он Говорит Хлопцы Вы Наверное Не Цените Того В какой Красоте Вы Работаете Сам С какого-то Я не Помню Там Города Крупного Наверное Смит 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 Уже Не Помнили С Витебска И Ауру Да Наверное Ауру И не Ценим И не Замечаем Этого Потому Что Это Стало Уже Обыденность Так Ладно Почухали Огород То Еще Сыроватый Точи Нагрузил Я Песочку Думаю Столько Хватит Аппарат Прогреется Летим На Кладбище Будем Там Марафет Наводить Летим 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 Уже Летим Я Летим 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 еду уже на велике домой сгоняли на кладбище все поделали кстати друзья сегодня 1 мая с чем вас и поздравляю замечательная погода такой классный весенний праздник в который принято хорошенько потрудиться поэтому на кладбище еще сделали сейчас еду домой но перед их но еще дома есть работа ручейки бегают так что такие дела ладно погнали на лесопедики 2 мая полевая друзья из города гомеля и он они эти горы гомельского химического завода время 1344 я в принципе в 12 выехал с работы мне было к часу сходил я записался записал ребеночка на операцию и все еду обратно короче 3 июня надо будет через месяц привести это будет понедельник все значит сейчас хочу что-то захотелось холодненького чего-нибудь я доеду с кондером 20 градусов машине прохладника на что-то хочется холодненького заеду сейчас включаем попить и можем мороженку по дороге на заправке становлюсь лабаш весь смотрите в таких вот комарах мошках еще только 2 мая уже начало это все вылазить на улице тепло 25 23 градусов так что такие дела ладно движемся до заправочки всю дорогу что сюда что обратно едем 122 на круизе расход он не сбивала значит километраж с того момента как я приехал с минска 6 2 у нас держится средний 800 сколько тут 800 35 километров уже не сбивал давление в шинах да кстати судя по этой наклейке как написал кто-то из подписчиков на и зрителей надо все-таки переднее сделать давление больше ну такое же ставится задняя спуститься к у меня задние сильно накачанное хотя я ничего не вожу жлобин 90 бобруй 146 минск 294 трасса м5 движение свободно есть не хочу красота на улице неописуемая цветет рапс блин круто очень очень круто вчера обнаружил что у меня дома потекла батарея детской спальне я вам рассказывал что приехала знаешь склад еще помылся пару часиков отдохнул и потом начал помогать своим девчонкам наводить порядок отодвигали кровати стол кровати и вот кровать отодвинул я еще думаю почему блин я последнее время раз в две недели подпитку делаю на котле и я почему-то это связывал с тем что мне приходили делать того хотя вот понравилось мне как парень сделал того но наверно так совпало что именно с того момента он смотрится трактора все в поле все работает белорусы не такие что-то я все связывал то с тем что он там что-то накрутил может что-то не дожал я его потом как-то встретил ну да не этому все отлично сделал говорит хрен его знает попробую ну подпитку эту поделай но если что-то не так то типа звони приеду будет будем искать смотреть и тут я значит он на сцене полетел может подписчик привет сесть смотришь и тут а значит двигая кровать и смотрю а блядь под батареи ну не лужится знаете такое макроватое пятно такое и видно что уже давно разводы так меня сзади выход нагоняет сейчас мы пропустим минута быстрее надо еще номера кита российские что ли да номера российские причем хер пойми какие-то покрашенная блядь с кисточкой значит полез я а там видно что на батарее такие типа снизу как заглушки приваренная и вот видимо значит с этой заглушки вот из моей деревни вроде посад добиты они там у него номер с этой заглушки подсекает подкапывает я думаю дай-ка надо ж дырочку найти я ножиком туда ковырнул и короче начало конкретно капать поэтому залью воду системы нормально зачищу обезжирю и захерачу холодной сварочкой и все будет окей что-то на бмв летел и летел и скинул скорость интересный чувак и уже опять поехал не в обиду сказано владельцам бмв иногда их понять тяжело но они же самые крутые так мы выедем нас и рено с этим прекрасным знаком устраивает да конечно на полях ищу воды просто конкретно а я сегодня еще вечером поеду на карьер рабочих забирать потому что одно водителя в отпуск отправили второй вечером людей на город завозит отец мой сегодня сторожем идет ночь поэтому поеду сам заберу потому что надо зим снаряду мыть песок у нас этот период как в колхозе горячая пора время играет против нас надо его по любому вам максимум использовать так ладненько друзья поехали что третьем на работе сейчас кстати заправочка будет хорошо заходит среди какая красота я красиво рапс цветет только что на заправке сценик белый подъехал правда еще не рестайлингов но третий гранд сценик мужик с ребенком не знаю смотрит смотрит канал но тоже привет так что мы движемся дальше взял значит мороженку взял попить взял вафли в кабинет а то что к чаю ни хрена ничего нету все и едем погнали кстати зимой меня здесь под рулевым кожухом сверчок жил сейчас что-то нету не знаю что случилось видно не понравилось со мной дружить а мы поливаем все погнали камера включилась смотрите зайка личная рекомендация он убежал сел он сидит возле дерева не боится все побежал да друзья тут конечно я сейчас еду вечером на карьер за парнями с утра еду значит а я уже рассказывал белочку встретил зайца до этого касатика блин реально живешь каком-то контактном зоопарке и говорят при этом что у нас беларуси нет природы там всех стремятся куда-то съездить блин в какие-то там заморские края и прочего природа на вокруг вокруг нас это вся красота она вокруг нас просто мы нихрена не замечаем давайте-ка сейчас заскочим на карьер посмотрим как на карьере ну на этом не на нашем не на рабочем карьере а на карьере который вырабатывал наш зим снаряд в какие-то 60-90 то есть вот это месторождение где мы сейчас стоим она начала работу свою где-то в девяносто третьем году если я не ошибаюсь может что там плюс-минус то сейчас вам покажу за сколько за 30 лет то наш карьер он работает получается 60 и 64 групп он у нас 58 года наш карьер то есть вот грубо говоря 68 это за 30 лет сейчас покажу за 30 лет сколько карьер намыл ну какие водоемы выработал сейчас мы туда доедем заезжаем здесь кафе летняя клуб пирский хрена узнает раньше варили этот был краской стреляться сейчас не знаю есть она нету беседки есть как бы что-то тут короче что-то типа строят строят ну бля не знаю как-то она не развивается ну зато директор этот постоянно в костюмчике такой деловой мужчина ходит а вот мы подъехали карьеру раз туда налево заедем вот это все выработал наш зим снаряд посмотрите какая красота там и рыбаки стоят кто-то спине набросает на чувак стоит охренеть вода поднялась обычно пляж далеко там внизу метров на 10 на это так поднялась вода конкретно интересно но природа тут конечно бомбическая сейчас куда-нибудь туда съесть так что тут это кафешка не знаю как по мне так она как был раньше такая сейчас вот здесь на перекрестке развернемся ну вода конечно поднялась а сюда даже не заедешь уже все здесь спасательная станция все подтоплено как говорится пипец ну вода тоже немного как бы уходит так вот это большой карьера там чуть дальше еще маленькие есть красота вот и конечно идеальнейше как море да так ладенько погнали я на ларусь да ларусь конечно надо сдавать ремонт вот такая вот в нем печаль ну и там снизу по порогам есть такие больные места плюс здесь он видите плюс задняя дверка там тоже пошла покажу вот здесь уголки вот здесь ну блин не здесь нормально надо делать я думаю сделаем еще . послужит так поехали фу блять сразу комаров сколько а вот тут вот по двери пипец сразу мошкары налетела кондерчик работает в ларусе это радует так все почухали походу где то отсюда вот такой значит состав клей холодная сварка для батареи труп вот так и здесь все налепим как думаете будет держать значит со сцеником щуки он немного бордюр ну на бордюр наехал с побелкой побелка осталось да кстати друзья вот я в прошлом году машину купил 9 июня и тогда заметила сейчас подтверждаю белый цвет не вот реально устраивает полностью но есть в нем такой минус то что вот эти все животное на бампере сразу видно даже кровь какая темнее светлее это сразу видно то есть морду надо мыть постоянно и мыть чтобы не ездить как хрен знает кто а так еще нормалек сегодня как я уже сказал пасха поедем отдыхать вообще в шоке съездил сейчас мамуля и огромный привет ей завез булочку которую мои девчонки спекли у нее взял на пробу короче поедем отдыхать но плена мне пасха нравится что в этот день реально можно отдохнуть потому что вот до пасхи все эти генеральной уборки когда ты торопишься хочешь до пасхи все сделать привести все порядок конечно немного устаешь а так пасха можно отдохнуть побалдеть ну и конечно в чем минус пасхи что постоянно на воскресенье и завтра надо работу ладно друзья в лесу конечно круто но из-за того что ветер нету столько мошкары с комарами потому что последнее время они жизни дают конечно короче еще раз вас праздника спасибо что смотрите спасибо что есть моей жизни в группе в телеграме поздравил своих подписчиков и участников группы хочу друзья реально всем самого самого наилучшего ну и конечно же до скорых встреч думаю блин на что время найдется этим парнем будем заниматься ладно все всем спасибо большое за просмотр всем удачи всем пока